значит всем доброго времени суток вы на канале великий уравнитель и сегодня мы с вами поговорим об одной ситуации которая произошла 27 нашего сентября до сентября значит неделю назад в пятницу 27 числа около 10 утра когда я находился в колледже на практике по улице юности возле улицы рязанская на том месте где я живу прям под моими окнами сбили 9 летнюю девочку ее зовут мария значит ситуация была такова она шла в школу 88 то есть там где я выпустился на вторую смену обучение ну то есть как бы и нажишь есть дневное обучение в школах и как бы девочка шла на вторую смену и когда девочка дошла до возле рязанской по улице юности дошла до зебры перекрестка и начал переходить по зебре поняли нелегулируемой зебре в дорогу и водитель не справился с управлением ну и попросту совершил наезд девочка получила гематом находится в областной больнице значит как проходит лечение ну лечение вам скажу ребята тяжело очень тяжело судя по всему как мне уже сказали как она проходит но и со слов директора школы из других ну как бы присутствующих мне объяснили то что у нее гематом гематом ребята он как бы ну вам сказать и рассасывается да но его сейчас у девочки рассасывает на уколах на витаминах на ампулах лекарственных и так дальше значит то что вот я вам хочу сказать самое главное это то что ну сейчас гематом у нее ребята растет я не знаю что будет дальше и как ну судя по всему будем ну давать шанс и будем гарантировать того что девочка выживет потому что ну как бы если она погибнет водителя посадят надолго а если она остается жива и гематом ну как бы пройдет то я думаю его посадят на лет ну на года три-четыре так точно не знаю но там как бы за наезд говорят что дается срок от трех до пяти лет точно статью я не изучал там в данной ситуации но как бы будет суд будет решение там дальше как суд скажет я не знаю по какого точно статье посадят потому что еще суд не решил и вот как только станут известные новости мне для меня я вам обязательно сообщу на следующем эфире значит хочу вам презентовать на этом эфире с вами изображение новостей которых вы прочитайте внимательно как это происходило ситуация я всех прошу взглянуть на саму картинку но но как бы с моих новостей рассчитайте по подробнее всю ситуацию остановите видео прочитайте ну как бы у вас покажется картинка вы остановите его и прочитайте как все было ну что ж я вам желаю приятного просмотра прочитать картинки значит ребята все все верно вы прочитали все теперь что хочу сказать значит то что сбили 9 летнюю девочку 4 класса 88 школы я вам скажу таким образом значит водителя по данному факту возбудили уголовное производство по признакам нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицам управляющиеся транспортными средствами то есть это действительно так потому что но как бы наезд на девятилетнюю девочку и ну как бы за нарушение правил дорожного движения не справлюсь с регулировкой ну как бы он будет отвечать по этому делу машина естественно него заберут потому что как бы еще доказывается факт вдруг он точно вдруг он был в алкогольном спьянение был но это еще пока выясняется но пока возбуждено вот это дело то что он сказал значит значит я всем очень ну как бы сочувствую тем тем кто знает и я очень сочувствую ну и хотелось бы как тот вы ее поддержали я не знаю но будем стараться делать все возможное чтоб она жила потому что она наше дело в одно мое дело помогать людям ваше дело но как бы поддержать тоже помочь ну то есть на стать в команду ко мне и будем вместе помогать людям я желаю чтобы все стали как одной командой ну и помогали дальше людям потому что жизни всякое многое случается и тяжело это ну как бы перенести и и ситуация это сейчас данная которая девочка случился ну не очень жаль потому что гематом растет и хотелось бы поскорее вот чтоб она выздоровела потому что как бы с одной стороны и сердце клонит то что ну больно смотреть когда девочка лежит в реаниманс несколько дней не пропускают и как все дальше это будет я не знаю ну я всем еще раз желаю вам всем чтобы вы не сдавались держали кулачки за то чтобы она выздоровела также я желаю чтобы вы крепились а ну и будем бороться дальше за ее жизнь я буду стараться как тот иметь контакт с людьми связываться со своими знакомыми если что-то будет никого не хватать каких-то средств буду подключаться уже через знакомых и будем вместе так сказать спасать жизнь девочки и я думаю что ну как бы если водителя не посадят я буду бороться до конца и поэтому если вы даже не посадят я бы хотел чтобы ну за то что он наехал сделал этот наезд и то что он сотворил хотелось бы чтоб он сел потому что таких людей на свободу выпускать как бы категорически запрещается потому что не дай бог он еще кого-то задавит и рано или поздно кто-то может погибнуть фу-фу-фу не дай бог поэтому я хочу чтобы вы все крепились ну и будем дальше бороться за ее жизнь и я вам Желаю всем Приятного просмотра Желаю вам успехов Сейчас уже последние дни Наши осени замечательные Которые уже заканчиваются По сравнению с королыстопад Ну и спасибо тем Кто поддерживает ее И хотелось бы чтобы Такого больше не произошло Но из-за того что был наезд На нерегулированном Пешеходном переходе Будут теперь скорее всего Ставить светофоры То есть после этого наезда Жители всего нашего района Юности огородили путь И требуют от власти Поставить светофоры На нашей дороге Чтобы поставили светофоры Потому что каждый день дети идут в школу Каждый день у нас что-то случается Уже не первый случай Это с девочкой Ну как бы и с другими ребятами Со школы была ситуация Вот недавно Ситуация была Возле школы Сбили мальчика И как выяснилось Ну за рулем была девушка И поэтому я желаю Чтоб больше этого не повторилось Я надеюсь что власть Услышит это Если даже кто-то смотрит Ну это наш мой эфир И кто-то у кого-то работает власти Я хочу попросить еще раз От всего Своего канала Значит уважаемые власти Уважаемые Ребята Я хочу чтобы Ну как бы Вы Вот по улице Юности Города Запорожье Недалеко от улицы Рязанской И на Рязанской На перекрестках Чтоб Как-то я не знаю Ну выделили себя средства На поставку светофоров Я понимаю Ну как бы данных средств Нема Но я бы хотел Чтобы Ну как бы От всего района Я хочу потребовать то Чтобы на нашем Улице На нашей Как бы территории Поставили Светофоры Потому что много машин едут Много людей Жалуются И Ну как бы Органы власти И хотелось бы Чтоб на Рязанской Поставили светофоры Я надеюсь Вы услышите это требование И Может Рано или поздно Вы Ну Вы это примите решение И поставите Светофоры По улице Юности Я всем желаю Приятного просмотра Ждите Следующего эфира Ну и дальше Буду бороться За ее жизнь Всем спасибо Всем я желаю Приятного просмотра С вами был Руслан Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok